Я приветствую дорогих зрителей в начале дня. Вести утро Карачаева Черкесия с вами. И сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. В Карачаево Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег, ночью в горных районах и где-то очень сильный снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду. В горных и предгорных районах очень сильный ветер 30-33 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 4, в горах минус 2, минус 7. Днём плюс 11, плюс 16 и местами плюс 4, плюс 9 градусов. В Черкесии ночью и утром небольшие осадки. Мокрый снег и дождь. Днём преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, днём плюс 14, плюс 16 градусов. Актёры русского театра драмы и комедии Корчаева Черкесии вновь радуют ценителей театрального искусства. В филармонии Черкеска состоялась премьера комедийного спектакля «Жених из шкафа». Главная героиня очень хочет выйти замуж. Но встретит ли она свою вторую половину, расскажет Дарья Тендит. Театральная премьера по пьесе «Лилии Моцарь. Жених из шкафа» проходила при полном аншлаге. По сложившейся традиции, перед началом спектакля всех присутствующих поприветствовал директор русского театра драмы и комедии Хасан Биджиев. У нас есть постоянный зритель. Я их вижу. Я всякий раз выхожу, когда перед спектаклем развелся. Я узнаю. В основном это женщины. И я думаю, что пора им, наверное, и мужскую половину тоже подтянуть сюда для просмотра спектакля. Шкаф с женихами находился дома у двух главных героинь – деспотичной мамаши Зои, которая продавала огурцы на рынке, и ее 30-летней дочери – школьного психолога Джульетты, которая очень хотела выйти замуж. Но из-за неудачного семейного прошлого матери и дочь не должна была бы заводиться семьей и поставила условие – в доме никаких мужчин. Мне нетрудно повторить тебе шага с дочерью, чтобы жить в этом доме. Появится только через мой друг. Вот как-то перекинулся, пожалуйста. На протяжении спектакля у Джульетты появлялись новые потенциальные женихи, которых приходилось прятать шкаф. Но однажды заявился и отец, которого она не видела 30 лет. Чтобы избежать скандала, и отцу пришлось поселиться в шкафу. За дверцей сидели учитель Геннадий Сергеевич, который приходит к Джульетте за психологической помощью, байкер Паша Задолбалов, за которым всюду носится бывшая теща тетя Галя. И отец с очень вредной наследственностью, а точнее фамилией, пришедший по объявлению – потап-алкоголик. Ну что, помиримся силами, да? Давай! Мама, мама, посадят девочки, девочки! Я еще ни разу не видел, чтобы теща играть бы из-за сетьек, но я предлагаю, пускай дочь сама выберет, кто ей нужен. Я доволен работой и доволен, что зрители довольны. Это самое главное. События разворачиваются молниеносно. Несмотря на страхи и сомнения, каждый обрел свое счастье. Поклонники театрального искусства в знак благодарности подарили актерам бурные аплодисменты и букеты цветов. Это легкая бытовая комедия, которая заставляет не только смеяться, но и переосмыслить свою жизнь, отмечают зрители. Премьера театра – это очень большое событие. Тем более, такие классные актеры. Такое впечатление, такая радость. Ну, очень нравится, как они играют. Профессионально. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами.